Неделя спорта Кто в этом году смог поднять кубок над головой, узнаешь в репортаже Владислава Сергеева И команда сотрудников КФУ Первый полуфинал открыли ИОФ и ИСФНИМК Изначально инициативу взял Институт экономики На протяжении первой четверти они с успехом отстаивали свое преимущество На что Институт социально-философских наук ничего не мог им противопоставить В связи с этим большое количество командных ошибок и нарушений Итог первой четверти 17-4 Во второй половине матча ИСФНИМК нащупал слабые стороны соперника И начал показывать совершенно другой уровень игры По владению мячом она стала равной, а по фолам более чистой Исход матча 24-35 Победу одержала команда Института управления экономики и финансов Мы выпустили второй состав, поэтому так получилось Мы играли по счету, пусть нас и догоняли, но мы все-таки выиграли, играли по счету потому что Второй полуфинал открыли команды Института вычислительной математики и сотрудников В отличие от предыдущего полуфинала игра проходила слаженно у обеих команд Не обходилось и без нарушений, которых у команды было в достатке Равные по уровню противники долго не могли выявить лучшего и выйти по очкам ватри Лишь на последних минутах второй четверти сборная сотрудников сумела взять ситуацию под контроль И провела серию атак, решивших судьбу матча Итоговый счет 21-27 в пользу команды сотрудников У наших соперников пошел бросок Они забили два трехочкового броска, которые нас вывели из колеи Финал Матч между сборными Института управления экономики и финансов и сотрудниками Самое ожидаемое для команд встреч оказалось в тот же момент самой напряженной В особенности для сотрудников, которым зачастую были не по зубам атаки студентов Наблюдали значительные срывы атак, что только помогало экономистам Которые благодаря штрафным очкам не раз выбивались вперед В целом игра проходила на одном уровне Разница в счете редко превышала двух очков Однако противобес сил оказался на стороне более опытных спортсменов Которые на последних восьми секундах матча привели решающую атаку Финальный счет матча 28-30 Победу в турнире одержала команда сотрудников КФУ Владислав Сергеев, Неделя спорта На этой неделе во Дворце спорта состоялся четвертый этап Кубка России Ростелеком Участие в нем приняли около 200 спортсменов из 17 регионов России Марина Вахрушева подробнее расскажет о этом этапе С 8 по 11 ноября во Дворце спорта состоялся четвертый этап Кубка России По фигурному катанию в памяти Геннадия Тарасова Около 150 спортсменов из 25 регионов России вышли на лед доказать Что достойны победы в своей дисциплине Для юных фигуристов данный турнир является отборочным этапом для участия в соревнованиях Кубка России Очень отрадно Казань снова принимает четвертый этап Кубка России Всероссийский соревнований ИДЭЛ Который проводится традиционно в нашей столице города Казань 47 раз по фигурному катанию на конках Сегодня мы отмечаем 50-летие нашей школы Олимпийской резервы Который подготовил плеяда спортсменов и самых главных хороших людей Торжественная часть соревнований была открыта традиционным просмотром видеофильма Посвященного памяти заслуженному тренеру России Геннадию Сергеевичу Тарасову Он является одними из самых известных татарцанских тренеров А его имя вписано в историю Республиканской школы Олимпийского резерва Поприветствовать и поддержать участников турнира приехали почетные гости Они пожелали им удачных стартов, честных, ярких побед Всем спортсменам удачи, не считая соревнования открытым Покорили зрителей яркие выступления юных фигуристов Их артистизм, высокая скорость и четкость выполнения элементов В очередной раз доказывали, что это результат долгого и упорного труда На следующий день свои короткие программы в кандидаты-мастера спорта представили 10 пар Характерный стиль катания можно было отметить у спортсменов из Санкт-Петербурга Александра Кашевой и Дмитрия Бушланова Их номер был эффектен, динамичен и разнообразен Множественные прыжки, комбинации и каскад с первых минут привлекли зрителей Подвела музыка, но спортсмены не растерялись и уверенно завершили программу Призеры пара не попала, потеряли баллы в технической составляющей По результатам коротких и произвольных программ победу одержала пара из Санкт-Петербурга Ксения Хантьева и Валерий Колесов Они набрали 165,28 баллов Второе и третье место разделили пары из Пермского края В завершающий день соревнований в одиночном катании свои программы в мастера спорта представили девушки Высокий уровень подготовки показали фигуристки из культурной столицы России – Санкт-Петербурга По технике исполнения они оказались сильнейшими среди конкуренток из других городов По итогам соревнований первое и третье место заняли фигуристки из Москвы – Алена Косторная и Дарья Паненкова Серебро досталось спортсменке из Санкт-Петербурга – Софье Самодуровой Марина Вахрушева, Владислав Сергеев, Тимур Файзулин – Неделя спорта Чемпионат студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан продолжается И на этот раз сборная Казанского федерального университета встречалась со сборной Казанского государственного архитектурно-строительного университета Встреча проходила в Ледовом дворце «Золотая шайба» и подробнее о матче ты увидишь прямо сейчас Настоящая ледовая битва состоялась 10 октября на спортивной арене «Золотая шайба» На этот раз сборная Казанского федерального университета встречалась с принципиальным соперником Командой Казанского государственного архитектурно-строительного университета С настроем на игру федералов проблем не было Дружина КФУ хотела реабилитироваться после поражения от Казанского авиационного института Поэтому, сделав работу над ошибками, смело вышла на лед Первый период команды начали активно Федералы постоянно закреплялись в зоне соперника, играли в атакующий позиционный хоккей Результатом такой стратегии стал быстрый гол в меньшинстве на третьей минуте в исполнении Артема Перова После чего архитекторы побежали вперед и предприняли попытку закрепиться в зоне КФУ Однако, совершив ошибку в нападении, а затем и в обороне КГАСу пропустили две шайбы Разница во времени между которыми составляла 12 секунд На этот раз игроки сборной КГАСу смогли прорваться в зону соперника и забили два гола Казалось, что команда архитекторов сможет сравнять счет Даже выйти вперед, настолько часто они атаковали ворота федералов Но шайба Артура Чернова в ворота КГАСу развеяла все сомнения и увеличила разницу в счете Первый период команды закончили со счетом 4-2 в пользу КФУ Второй период прошел менее активно, но все так же под эгидой федералов Команда Алексея Ливанова нашла свою игру и провела большую часть времени в зоне соперника Создавая множество опасных моментов у ворот Продолжительная атака принесла свои плоды Федералы забили четыре безответных гола и упрочили свое лидерство в матче На забитые шайбы архитекторы отвечали грубостью Именно в этом периоде команда КГАСу чаще всего удалялась, позволяя сопернику играть в большинстве На второй перерыв команды ушли со счетом 8-2 Третий период начался опять-таки с атаки игроков команды федерального За минуту и 20 секунд форвард федералов Дамир Салеев забросил две шайбы Между которыми был второй красиво реализованный момент Артема Перова После пяти первых минут третьего периода команда архитекторов прибавила в скоростях Сумела выстроить атаку и расположиться в зоне соперника И наконец забить последний гол в этом матче Точку поставил Иван Черемнов 11-3 Впечатление естественно положительное Команда выиграла с большим отрывом Соперник был достойный Боролись как могли Полностью выполняли установку тренера Не подвел ни один игрок Все сыграли сплоченно Ощущаем естественно подъем сил Набор эмоций Настраиваемся на следующую игру Обещаем что следующая игра Тоже будет положительно Софья Чугунова, Регина Насибулина, неделя спорта Ну что ж мы продолжаем программу неделя спорта И сейчас мы будем говорить о стыковых матчах в зоне УЕФА На чемпионат мира 2018 года Который пройдет у нас в России В нашей необъятной родине И сегодня мы будем обсуждать эту тему С нашим футбольным обозревателем Александром Дегтяревым Саша тебе большой привет Большое спасибо что ты к нам пришел Нашел время и дошел до нашей студии Итак Саш Давай для наших зрителей мы скажем результаты Которые уже проведены Общие результаты Итак Северная Ирландия и Швейцария сыграли 0-1 Оба матча В итоге Швейцария выходит дальше Хорватия и Греция 4-1 Италия и Швеция 0-1 Дания и Ирландия Пока 0-0 Второй матч только сейчас идет И большое спасибо вам зрителям Что вы выбрали посмотреть нашу программу А не этот матч Итак Саш Что ты скажешь по стыковым матчам Именно вот этого турнира Ну мне казалось что Я ждал по крайней мере гораздо больше голов И больше футбола И те и другие ирландцы показали Что они будут играть Как минимум так же как и команда Хозяйка будущего турнира Никак Никак абсолютно То есть ну хотя бы Обычные ирландцы играли Хоть на что-то похожее в футбол Северная Ирландия исполняла Ну что-то вообще невообразимое Это напомнило мне времена Когда наша сборная играла с Северной Ирландией Ирландцы выходят на поле Начинают бегать по флангам Кидать мяч навесами И понимаешь что в определенный момент Сборная России начинает действовать По такому же сценарию Где британский футбол Там или там Но в итоге британский футбол Не дал свои плоды Ну и швейцарцы Соответственно прошли Что в принципе достаточно закономерно Давай поговорим о центральном матче В этих стыковых матчах Потому что Хорватия-Греция Нет не Хорватия-Греция Это Швеция-Италия Потому что по жребию Самые сильные сборные Попали как раз друг на друга Ну и лично мне Как Тифозе сборной Италии Немножко обидно То что Впервые с 1958 года Мы эту сборную не увидим На чемпионате мира Ну я думаю По этому матчу Больше сможешь рассказать ты Потому что я смотрел только первую игру Во второй игре Я видел только статистику И даже она поражает воображение Просто 26 по-моему ударов Из них всего 6 А 24 удара Из них всего 6 Створ Это у итальянцев И 75% владения мячом И в итоге Ни одного забитого мяча Ну то есть Я не знаю Мне было очень жалко Просто что Такая величайшая сборная Такая страна С футбольным названием Не пробилась Да и очень жалко То что После этого матча Сборная Италии Лишается четверых Основных своих игроков Это Джан-Луиджи Буфон Джорджи Келлини Андреа Барзалии И Даниэль Доросси Вот А сейчас друзья Вы можете наблюдать гифку Которую сделали фанаты Сборной Италии Мы видим как Силуэт страны Выпинывает Джампьера Вентуру Из своей страны Можно сказать Потому что Ну Сань Согласись Человек с фамилией Вентура Не может сделать что-то адекватное Неужели этого не было понятно Заранее Да Ну сам согласись Все то что сделал Конте Все было моментально разрушено Да Я абсолютно согласен Не было видно Никакой тренерской мысли Причем Итальянцы всегда ведь Славились своей тактикой В этот раз Это было что-то Уму не постижимое Хорошо Ну что ж друзья Время нашей программы Подходит к концу Мы еще обязательно Вернемся к этой теме Как минимум Я думаю В районе 1 декабря Когда произведется Жеребьевка Группового этапа Мы узнаем Кто будет играть У нас в Казани И кто будет играть В других городах Ну что ж Я напоминаю То что со мной В студии был Наш футбольный обозреватель Александр Дегтярев Саша Тебе большое спасибо Что пришел Еще с тобой увидимся Обязательно обсудим Чемпионат мира по футболу Надеюсь мы даже Его и поснимаем Ну и на этом все Вы смотрели программу Неделя спорта Меня зовут Роман Полинсков Еще увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok